Сегодня 31 августа 2017 года. В четверг мы пришли. Вот это скворечник, где я нахожусь. Видно, даже кошечки вышли. Эта болящая согнулась. Вот это голубятня первая номер один. А здесь вот на огороде. Валентина пришла. Вот это вот, как сказать, от кусадьбы относятся. А деревья вот все застыли и невозможно никак. Полностью использовать. Нужно объезжать на ту сторону вот эти ветви. А ограда-то вон где находится. Та ограда, которая сюда идет. Решили мы все эти убрать. Расширить площадь. Не надо, надо. Все. Мы сейчас будем пилить и убирать. А потом перейти на эти вот. Эта сторона тоже ветви сюда сваливается, которую можно пилить. А там дальше видим вайди. Бывший вайдистан. А там высадили деревья, березы, тополя, львы, клёв. Процесс пошел. Теперь сюда вот надо лезть и вот эту вот только отпилить, который кверху там может и останется или спилить целиком. А то нам столбушки будут все здесь. Клен. А то все клен. И он нам и сгодится. Батюшка позвонил, попросил забрать. Кровь надо. Баранью эту. Кровь баранью. Я съезжу. Я съезжу. А где бедро-то? Надежда Васильевна просит помощи. Да со всех сторон просит. А что теперь делать? Не знаю. Просит помощи, а сама спиной к нам стоит. Такое отношение к нам. Да нет. Почему? Она кричала только что. На кому кричит-то она? Нам кричала. Ну где она нам-то? Спиной стоит сюда. Я же вижу вот эта спина ее. Ну сейчас повернулась. Маша, вот она веселая. Не надо к ней идти. Она разозлится на что-нибудь. Тогда беда нам. Нет, надо сходить. Что там? Может недолго? Иди. Если недолго. А это? И ведро принеси, я съезжу. А ты пилить будешь тут. Топор есть. Володя, хоть куда. И ко всем откликается. Вот. А я любуюсь. Вот голубь у меня погиб, голубенок, сегодня. Вчера был целый. И набитый у него зоб, и все. А сгусток крови. Видимо, из гнезда сверху вывалился, и оба что-то твердо ударился, и кровь спеклась. А что теребила его другой голубь, это, может быть, мать пыталась его пробудить. Она его нигде не повредила кожу, только дергала его, и дергала. Пытаясь реанимировать. Ну, люди же дают шоковую терапию, там разными утюгами, как сбежавшие из ада показано. Вот уже выброй для трех, вот так. А теперь ботока вот на трех, вот так. Вот. Он выйдет там-то. Вот. Вот. Вот как ты видел. Вот. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 На чём держится? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну да засуг И будем тянуть двое Тащи верёвку Верёвку тащи, верёвку не надо Ну ладно, тащи Хотел идти за Романом Понимаешь, как он угол выдавило? Сломало шифер И весь сарай наш наклонило У тебя сейчас всё подготовлено у нас Начинаем подготавливать К тому, чтобы начать выправлять Видно, как доски одна за одной И наклонно Ну, огромное дерево вломилось Там как-то закрепи его Его на весу надо было вытащить Вы весной-то и даже не воспользовались Раздробила шифер А теперь надо там подставлять что-то Ну, выправить сначала Вот перетащили стекло Это мне зеркальная фабрика давала Я получил, кажется, 15 тонн стекла Сколько пользуемся, сколько битого И всё ещё хватает Жерзя директор дал Через Володю Пенкину Он там работал стекольщиком Ну ещё Ну чё, дрова-то хорошая? А? Дрова-то хорошая вот эта вот Хорошая Ну, сейчас нам не до этого А чё нам? Туда, дальше? На каун лает Вот это вот дальше надо подготовить Или вот этого свалить, да туда уходить, да? Ну, конечно Пока нету Верёвку захватить? Захвати Забрось Мы дёрнем здесь Ты сейчас начал пилить И скрылся в этой В трухе Тебя не видно почти было Ну, это оно дерево какое Так чё, а как валить-то будем? Ну, дёргнем, да и всё Крючком? Нет Нет, да? Нет, конечно Просто накинь туда петлю Двое берём Вот сколько возни Потом вот эти клёны Клёнышки-то тоже надо убрать За оба конца, да? Вот у меня столовая была сделана И одновременно спальня На 20 человек Клёнышки-то тоже Клёнышки-то тоже Вот сегодня у нас 1 сентября. Отлично легла. Ну, это как будто бы она сухая была. А тот-то уже гнилой. Это мы в овечьем дневнике находимся. Вот сейчас. Сегодня где-то около 20 деревьев свалили. Вокруг. Рядом. И одно огромное дерево упало на два наших склада. И давило, их не видели. И сдвинуло, и все столбы, все покачнулось и нарушилось. Сейчас даже не знаем. Одновременно. Что там? Хорошая. А? Хорошая. Хорошая? Ну, это вот хорошая, а то сухая. Почему она хорошая, непонятно. Сейчас надо нам потом будет загородить. Да и так не выйдут. Что, ее пилить будем или оставим ее? Ну, оставить ее нельзя никак. Нельзя, да? В любой момент она сорвется и задавит. На полосе уронить ее. Это другое дело. Надо топор туда. А ты попробуй чурочку, спили с нее. Да мне надо топор. Ну, топор топором не свернуть, надо ломиком. Нет, я подожди. Это вот склады наши. Сейчас. Большие склады, много амуниции. Нет, он не сдвинется. У меня надрубил остатки, чтобы она... Ну, она надрубила. У меня срубила, только сдвинуть надо. Ну, вот в этом-то и вопрос. Сдвинуть. Сдвинуть это можешь чурку вот отпилить. И она сдвинется. Только из-под нее убрать это все надо. Владимир. Подожди. Вытащить чищу сюда. Отвернуть хотя бы не зажато. Всю. Это клен. Ну, какой его диаметр клена? 45 сантиметров примерно. 45. Этот хороший. Уже все засохшее. Здесь овечки в тени были. Тенечек сейчас другой создадется. Ну-ка, подожди-ка, я пройду. Видишь, он как ударился. И практически повис. Ограду нигде не сломали. И это хорошо. Ты можешь сейчас вот это... Посмотреть, какой лучше тебе... Какой край начать пилить. Или вот этот сучок. Большой. Я сейчас с той стороны обойду, покажу. Вот в единике сколько. Это к вечеру дело приближается. Мы говорили... Володя, забери... Все, что есть. Ну, топоры тут можно где-то подсунуть, спрятать. Я с той стороны обойду и домой уже пойду. Уже время. Конечно, если ты хочешь, чтобы ничего не случилось, одну чурку отпилить можно. Погляди ее только, чтобы она тебя не зажала. Сверху, а потом снизу. Сверху. 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 Тела такая слабенькая. Тела такая слабенькая. Тела такая слабенькая. Сверху не смей, филу сломает. Я знаю. Я знаю. Она уже отпилена, по-моему. Надо будет ломик взять. Под нее не подходить уже. Эта щурка на воздухе висит. Нет, это ничего не сделать. Надо ломик. А как ты ее будешь? Нет. Никак. Только ломиком. Он с той стороны решил столкнуть. Это может получиться. Маленький человек. Сколько у него силы, крепости, мудрости. Забросил слегу. Лезет кверху. Появился на брустере. Это не подделка какая-то у режиссера. Это действительно так все идет. Смотри, чтобы она тебя не ударила с лего. Когда будешь тянуть. Сам не оборвись туда. А то как соболя ловят. Не допил у меня здесь. А? Не допил. Не допил. Ну, значит, пока не надо. Взять ломиком и... Нет, ломиком нет. А ты вот здесь вот бы попробовал около этой распилить. Второй сделать. Запил. Вон около того сучка. Да мне здесь допилить надо. Не надо там... Она вырвет тебя? Нет, я же снизу. Не знаю. Тебе что, подать ее? Знаешь, Володя, я бы не советовал тебе. Она уже почти перепилена. Я здесь снизу. Она пилу тебя вырвет и все. Чуть-чуть осталось. На. Давай. Не допил. Быстро выдергивай только. Всё. Всё. как огня бойся ну забирай весь инструмент выходи домой а я вокруг обойду покажу что сегодня сделали со своего огорода такой ну не ахти какой с мою голову арбуз примерно принес володя мы едим батюшка зашел это редко бывает зашел если угостился ломтиком ну мы еще же ему надо так мысленно прикинул все у него есть про но пришел просто так бы не может быть у него все занято овечек пасет косит там собирает стабильами заняты где-то кому-то помочь на тракторе везет одно другое ну ладно загородились и не залезешь хотя бы был если тут на место быка не в жизнь бы не полез вот это поваленные деревья поваленные сегодня это на этой усадьбе скворечник где живу скворечник вот он видать его споречник похожий так я иду это уже оттава трава была скошена игорь барабашек накрутил себе терентий и вот спилили листку опять иду приближать показать наложены награду сколько раз два три двадцать тридцать пять примерно 40 шагов это вот которая клёна и других а это все сваленные сваленные по дорожке мы тут ходили сваленное практически все боялись овечек подавить гнилые и одна вот это сухосой она как бы живая вот иду это трава оттава и так упали деревья мы ничего не успели убрать на на свалить было свалить это вот чтобы потом обрубить все сучки и вот в этот уровень ввести вот это все сегодня мы столько дров мы готовили и там три кладки вот и вот это дерево ну какой у нее диаметр 50 60 а вон то дерево где лежит которая диаметра почти полтора метра да и там шерсть не гнилое свалили и она упала вот и раздавила угол и сдвинула его весь наклонила это у нас стекло стекло мы снова где-то все перекладывали и вот этот пень сейчас я могу даже сказать его диаметр раз два 65 сантиметров диаметр вот он лежит передо мною володя пела маленькая мы перетащили вот стекло это все стекло это мне зеркальная фабрика дала и тут под сущими стекло ну я привез 15 тонн кажется слову сказать даже рессоры погнулись или сломались и вот она видите вот этого дерева вот она лежит и вот она конец его остался это все вся тяжесть была здесь и давила и давила в эту сторону и по покосила наш склад теперь не знаем что делать как как лучше сделать вот здесь я по стеклу иду по стеклу нас на ребро ставить зеркальное толстое стекло толстое миллиметра 3 наверное шерши осы а тот клапка была еще раньше и везде на каждом скворечнике было осталось вот надо сейчас его убирать вот этот но этот не полтора метра тайну полтора примерно диаметре и все срошивается вместе а переплетена такого больше дерева нету потеряю вы из гнила шерш не живут этот склады склады с одеждой с обувью я всегда готовился принять 70 100 человек чтобы никто не был на улице всех обеспечить питанием и на раз зовет четыре тонны только круп разных и тонны мы приезжали люди и выезжали два подвала железобетонные крыши это все делал для людей вот он тут труда столько что высказать нельзя сейчас вернусь назад покажу как делали столовой одновременно чтобы могла быть спальней примерно так брали что человеку метр восемьдесят хватит маленько ноги подожмет и вот это вот летняя кухня была метр восемьдесят ширина пообедали и могли лечь спать крыша шиферная это все делается для людей ну получилось много было званых но мало избранных приезжает все если человек она матерится я матерюсь не могу ничего сделать другой курит я брошу у вас приехал и прячется уже курит отказали 3 начал пить и выехал собрание как тогда вы бы его воспитали воспитаешь еще смеяться то воспитали никто его не воспитает это избрание и вот это вот у меня башня летняя резиденция игнатия начальника два этажа большие тоже на сделаны как нары спать а люди в это время строится кто приезжает как мы у самих ничего нету и а это рядом тестомес хлеб печь и русский 40 лет печеньком был в лагере две русские печи с подогревом один раз прожег а потом как голландку топишь плита две плиты и под и идет дрова все подготовлено было один год каждый не помню 12 14 с бортами большие машины подготовили дров только развезли все вот мой шарик шарик показать сегодня что сделали ой ползет ползет ну чё ползешь то но ползет он ползет а как он ползает да и гулять охота ему ой просится ну как и просится да такой шарик ну да ласка ты ласка моя ох и шарик а тут огромный клещ вот он огромный клещ куда его деть подожди сейчас растопчу его шарик прости что сразу не заметил этого так по шарик шарик подожди это клещу ну-ка все раздавил его давай я пощупаю еще есть нет на подбородке никогда не думал что у тебя на подбородке клещ будет а тут не 12 сказать ты не можешь и как себя это все вот третий клещ ну у хозяева какие видите все его осматривала свожусь с ураганом на какой-то смиренный до голову наклонил до между ног до маленькая собачка с большим сердцем зовем его и вот теперь сбоку отсюда видно как нужно вот в это войти тогда больше тут площадь будет для покоса и это вот второй день фактически мы проводим с обеда хотя начали четвертого клеща нашел в траву забросил всех негде давить метод в загривки 4 да ты что шарик а как ты терпел их прости шарик тут у тебя на животе нету то тут достаешь а тут достать ты не можешь поэтому они к тебе прилипли вот паразиты все шарик отпускай ну это буско встречаюсь боевая буско вот с утра как с потеем и до самого вечера даже телефоны кладут другое место потому что но они во влажном месте могут испортиться вот как все было и как вот показываю этого даже осталось 2 это тоже может быть убрана там молодняк растет вокруг состарились гнилые вот воде свалила у нас буря в двух местах и и березки березок много все пока